Исход, глава тридцатая Под венцом его, на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом. И поставь его перед завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением, каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря, Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчислении, должен давать половину сикля, сикля священного, сикля двадцать гер, полсикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчислении от двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу. Богаты не больше, и бедны не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скини и собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водой, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ. Смирный самоточный 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового ген. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помаж им скинью собрание и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножий его, и освети их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня, святыню должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, аниха, халвана душистого и чистого ливана всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И не столки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скинье собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе, святынью добудет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Продолжение следует...